Итак, друзья, всем привет! Всех рад видеть дном в 2023 году. Я сейчас нахожусь на юго-востоке города Москвы в музее-усадьбы Кускола. Сегодня сейчас идет Московская музейная неделя, поэтому в разные недели можно музей Москвы посетить бесплатно. И этим мы воспользовались, приехав сюда сегодня и наслаждаться вот этими чудесными, колоритными видами. Вот, смотрите, какая церковь, какие елочки здесь, вот Кусковский пруд знаменитый и, конечно же, Большой Творец. Вот он, позади меня, ансамбль Большого Дворца. Смотрите, тут у входа нас встречают вот такие вот, как птицы-не птицы, грифоны-не грифоны, но с женской головой и с туловищем льва. Ну, наверное, скорее всего, да. Что-то похожее на грифонов или тех самых сказочных птиц из древней мифологии. И вот она, парадная главного дворца Шереметьевых. Вот смотрите, какие здесь великолепные анфилады. Вот, и сейчас посмотрим, что нас ожидает внутри. Ну, вообще, очень парадно, очень торжественно. Вот именно сюда, через эту парадную, входил сам Шереметьев, да. И напротив него был вот такой чудесный пруд. Руками, пожалуйста, не трогайте. Это конец 17 века. Под ваше распад. Обратите внимание, какая симпатичная елка здесь наряжена в этих апартаментах царских, дворянских. Смотрите, какие лошадки, игрушечные мандарины, игрушечные лимоны, грибочки. Класс. Такие вот елки. Портрет императрицы Екатерины Великой. Так, друзья, вышел небольшой сумбур. Это императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого. А Екатерина Вторая у нас в другом месте. Сейчас. Вот она. Здесь Екатерина Вторая. Петр Третий. И вторая жена Павла. Мария Федоровна. Парадная спальня. Обчевальня самого Шереметьево. Вот античные портреты. Часы с боем отделаны черепаховым панцирем. Такие двери. И вот она кровать. Как видите, спали полусидя. Поэтому она такого небольшого размера. Это дворянский вензель рода Шереметьевых. А это обои, картины, мебель. Так, друзья. Мы сейчас с вами в небольшой комнате, которая называется Диванная. Ее устройство дань моды 18 века, пришедшее к нам с Востока. А тут мы уходим в повседневную опочивальню. То есть для дневного сна. Обратите внимание, какой великолепный камин. Какие зеркала. Высокий, высокий. Потолок. И опять же небольшая кровать, где спали полусидя. Великолепная люстра. И портреты представителей рода Шереметьевых. Не могу вам не показать красивый вид на сад из этого окна. Кстати, тоже интересный портрет. Французский комод. Друзья, вот здесь мы попадаем в великолепную картинную галерею. Работы представителей голландской и фламандской живописи. На стенах также размещена французская, итальянская и немецкая живопись. Мадонна с младенцем, Микеле Тазини. Аллигория лета, аллигория осени, Шарли Натура. Итак, друзья, мы сейчас находимся в большом парадном зале. Это танцевальный зал или зеркальная галерея. Самый большой торжественный зал дворца, предназначавшийся для парадных баллов, танцев и концертов. Обилие зеркал, отражающих окна. И живописный плафон слава рода Шереметьевых. Работа французского художника Луи Лангерин-старшего, 1761 год. Способствует иллюзорному расширению пространства. Белые плоскости стены оживляются золочеными гирляндами и линками. И стесненной бумаги, медальонами с профилями античных воинов. По всему периметру зала. Резными рамками зеркал. Над дверями зала помещены скульптурные панно на сюжеты древней римской истории. Особой торжественности парадной залу придают паркет. Избранный. Перетекающие кругами. Осветительные приборы с христальными подвесками, люстры, стенки, фонари, жирандоли и гипсовые канделябры в виде женских фигур. Переходи. Друзья, представляете, здесь, в этом огромном зале, проходили танцы, балы. Сюда приезжали дворяне со всей московской губернии, с нашей столицы Санкт-Петербурга. И можем даже положить, как они танцевали. Наверняка это был вальс. Может быть, там кавалеры приглашали даму. Дамы отвечали своими генеранцами. Мне кажется, здесь было очень красиво. Очень хорошая аминусфера была, где шампанское. Давайте смотреть дальше. Спасибо. 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 Чё ты убежал, Лю? Ну, фотографирует меня, ничего есть. Чуть дома, конечно. На экскурсии по двадцатю еще два человека. Ну, конечно. А где? Ну, пошли тут разберешь меня, почему? Знаю. 200 рублей в экскурсии человека по двадцатю. Ох, блин. Итак, друзья, а вот эта вот симпатичная комната называется Карточная. Видите, здесь столики для игры в карты. Это небольшая проходная комната между парадными, гостинами и танцевальным залом дворца. В архитектурном убранстве Карточной сохранилась израстовая печь 18 века. Дворный проем завершает же написанное панно. Время года исполнения известными русскими художниками. А также портреты русских монархов. Так, друзья, вот это вот главный парадный вход. И смотрите, как за счет вот таких изображений достигается рельефность. Здесь две скульптуры. А дальше туда пошла парадная проходная. Анфилада комнат, которая замыкается большим зеркалом, создающим еще большее пространство. Вот здесь мы можем узнать, что дворцовый парк ансамбль Кускова, граф Шереметьево, 18-19 век. А дворец построен с 1769 по 1775 год, как раз восстание Емельяна Пугачева при Екатерине II. Скульптор Юст, архитектор Ивали и Бланк. Итак, друзья, вот здесь позади меня кухонный флигель. То есть именно здесь готовили еду для Шереметьевых и их гостей, высокопоставленных лиц Российской империи, Российского государства. И относили большой дворец. А там же в обеденной зале торжественно подавали эти вкусные блюда, в том числе и дичь, приготовленные именно в этом маленьком домике. И вот, наверное, тоже один из построек именно хозяйственного назначения. Ну и, конечно же, вот этот великолепный храм. Вот это вот великолепное здание. Это грот. В лишенном тени регулярном парке павильон «Грот» от итальянского пещера был особо необходим. В нем можно было укрыться от палящих солнечных лучей и насладиться прохладой в летний день. Павильон был построен в 1756-61 годах под руководством одного из крепостных архитекторов Шереметьевых. Музыка И так, из грота, который мы только что посетили, где вы видели вот эти вот ракушечную отделку, мы переходим вот в такой великолепный итальянский домик. Кстати, сейчас это очень актуально, потому что в отличие от других помещений, он отапливается. А не отапливается только грот и дворец, куда мы только что и попали. И вот эта брошка. Так, друзья, обратите внимание, вот эта вот дубовая проходная. А тут великолепная, обитая малиновым сутном, картинная. Такая небольшая картинная галерея, угловая комната. Но сколько здесь потрясающих картин великих итальянских художников. Посмотрите. Неизвестных итальянских художников. В том числе неизвестных, да. Венецианская школа, фламандская. Далее, смотрите, какой великолепный парадный зал. Здесь тоже самое место проводить светские приемы, балы, игры в карты. Встречать здесь представителей Высокого дворянского собрания. Вот. Замечательно. И здесь коллекция различных сосудов венецианских. Обратите внимание, какую интересную и прищудливую форму. А сейчас я Вам покажу то, что мне разгадать не удалось. Если вдруг Вам известно, для чего предназначались такие сосуды. Было бы здорово. Смотрите. Вот такой вот ваза. Такая ваза с тремя носиками. Видите? Как думаете, для чего оно предназначалось? Вообще, конечно, в итальянском домике побывать – это здорово. Потому что раньше я, по-моему, здесь не был. А сейчас здесь тепло и уютно. Здесь довольно-таки мило. И он хоть и небольшой по размерам, но достаточно приятный. И самое главное – здесь тепло. Это зимой, когда большинство главных зданий усадьбы Шереметьевых Кускова не отапливается. Побывать в теплом помещении – это здорово. Итак, мои юные следопыты, мы сейчас пришли к большой каменной оранжереи. Вот такое вот красивое здание с такими панорамными красивыми окнами со сплошным остеклением. Это вот как раз то место, где сейчас проходит выставка фарфора. А раньше, при Шереметьевых, здесь наверняка были какие-то экзотические растения. И тоже, наверное, вели светские беседы, я думаю. Спасибо. 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 Смотрите, какие здесь керамические образцы современного искусства. Вот это вот сделано из фарфора. И вот это тоже сделано из фарфора. Ну, вот это тоже интересно. Такие вот интересные есть вещи. Ну, это уже более привычные нам изделия. Чарлыки на город. Друзья, а вот тут великолепные образцы скульптур 1930-х-40-х годов. Вот такие вот упоры для книг «Сова». То есть видите, какое утилитарное значение? Не просто для красоты, но и вот так вот книги упирали вот в эту сову. Потом такая скульптура «Эпреновец» 1934 год. Кто такой «Эпреновец»? Не знаю, надо загуглить. Скульптура «Обезьянка». Такая огромная скульптура «Первое мая». Это Ворошилов на коне с красными знаменами. И скульптура «Кошка на шаре». «Кошка на шаре» 1934-1935 год. То есть все сталинские вещи. Игорь Михайловец' Конец.